сбылась моя мечта подъемник стоит 177 долларов прокат вышел в 62 ну блин понятно что я не могу никуда ехать не триндец просто вот это вот милота короче вот это моя любимая часть кофе и мороженое посмотрите какая здесь красота что не знаю слышно или нет как я выгляжу короче у нас сегодня супер новый опыт так дает покоя эта штука вообще выгляжу я конечно так себе особенно вот этой но безопасность превыше всего как я уже говорила я успела побывать на разных курортах совершенно разных странах и мне очень интересно как тут все устроено понятно что по опыту скорее всего ничего кардинального нового я не увижу но все же сразу скажу что иногда возможно буду вспоминать шарикиш это знаменитый курорт в с невероятным количеством мягкого снега и самой классной атмосферой кстати поделитесь в комментариях на каких курортах в своей родной стране или других странах были вы и какие у вас впечатления а еще интересно какие цены на подъемники и прокат снаряжения были у вас конечно рада просто ничего не сказать это новый опыт я каталась в грузии я каталась в турции я каталась в австрии а теперь я приехала покататься в америке и это очень интересно в течение видео расскажу как я сюда приехала сколько приехала сколько что стоит и вообще как здесь как трассы как катание как обстановка в общем смотрите видео обещает быть информативным и интересным кстати про информативным я смотрю очень много видео и когда я куда-то хочу поехать я смотрю разные видео так вот мы хотели съездить в колорадо мы хотели съездить в биг бэр по моему рядом с лос-анджелесом очень трудно найти нормальное видео где рассказывают все я стараюсь рассказать смотрим короче первое что нужно сделать во первых во первых я на курорте с куауэли вообще курорт называется палисай дестаха это олимпийская база как олимпийская деревня здесь в общем проходили олимпийские игры 1960 по моему каком-то году точно не помню покажу вставочку ставлю в общем значит когда ты на сайте покупаешь предварительно билет потом ты подходишь вот к такой вот штучки сканируешь трехкод и тебе печатается карточка сейчас я покажу как это выглядит я очень надеюсь что меня слышно вот мне уже напечаталась вот такая карточка значит сколько стоит подъемник подъемник стоит конкретно сегодня у меня сегодня воскресенье и я думаю там какая-то скидка была стоит 167 долларов еще шесть с половиной это страховка но что-то мне по моему не посчитали страховку в общем там как-то было две опции может быть и посчитали не знаю чем 167 долларов бывают и по двести тридцать долларов какие-то выходные высокий сезон бывают там по сто сорок долларов ну короче разные цены но вы где-то от 140 до двухсот сорока варьируется вот можно покупать на несколько дней и у меня как бы на один день собственно вот девчонки стоят что разбираются значит тут такая вот табличка об как основатели организаторы и вот что у меня не увеличивается олимпийских игр по моему александр там как-то александр так пойду я возьму карту потому что без карты как бы никуда надо чтобы она была сейчас посмотрим короче так как я полтора года не каталась я выбрала вот этот вот фунетель фунетель так вот я поднимусь наверх и там есть синие начнем так сказать синих вот а потом уже дальше мне конечно вот хочется вот сюда ну посмотрим ну в смысле я сегодня до туда доеду ну надо сначала вообще раскататься тут очень много еще есть вторая часть как бы как бы ой 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 вот так у меня всего две руки одна держит сноуборд короче есть еще вторая сторона туда можно на шатре уехать ой 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 вот так вот сюда в общем сейчас все посмотрим не так все это выглядит тут короче какой то вот еще вот в этом я здании была сейчас я так понимаю что мне нужно в одной подъемник еще посмотрим что тут вообще есть карта естественно пределение пределение стендинг стендинг и singles у меня походу дело надо вообще в singles но я пошла в стендинг думаю тут без разницы но это прикольно здесь в общем все все и 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 Happy birthday dear Aspen! Happy birthday to you! So, I would now understand, of course, where I would go. Let's go to the beginning, to the left, to the left, to the left. But, let's go to the beginning, to the swimming pool. If I actually understood it correctly. In fact, there are also lockers, everything that you can eat. There is some kind of bar. So, let's see. There is a cafe. I do everything as usual. Oh, nothing! Sapphire lounge. So, if you knew it. It's normal. We can't afford it. We can't afford it. So, now I need to know where to go. Let's see. Let's see. Let's see. And I wanted to, of course, not to go so low. But, I don't know. Here is a gold coast. Gold coast. Well, on it and we will go. Then, on the Sibirsk Express. Okay. Okay. All right. All right. All right. All right. All right. If I'm honest, I thought, that something may happen. You can imagine? Now she fell. How, damn. How, damn. How, damn. How, damn. It was good. Well, damn. It's clear that I can't go anywhere. I can't go anywhere. It's just a crazy guy. It's just a mess. I'll go to the service. I'll ask something to ask. But, damn. What's that? What's that? How is it? It's all good. How is it? What's it? How is it? It's not clear. Why is this happening with me? происходит я не знаю как вообще это произошло прочь уголь 2 я надеюсь еще что-нибудь не отвалится и меня на самом деле это наверное вот конкретно такое происшествие еще первый раз и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Что хочется сказать? Я сделала пару спусков И, собственно, я пришла сюда Мне кажется, здесь есть более крутая трасса И более пологая Ну, вообще, это все достаточно черное Сейчас высмотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерно вот так выглядит трасса Я вот там по бугоркам скатывалась Сейчас только на передний кант перешла Вот уже ближе к концу Как бы самые смелые По самому крутому фигачат Вот Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 как пройти в грелку. А, видимо, короче, начинается там. Ладно, видимо, вот тут начинается. Да, вот тут grab-and-go, напитки. Что есть? А, цирроцента как-то тут особо-то и нету. Есть йогурты. Так, напитки, кофе, кофе. Кстати, с кофе тоже что-то как-то не особо понятно. Ну ладно, пойдем посмотрим, что тут еще есть. А, вот я вижу цены наконец-то. Короче, вот это моя любимая часть кофе. И мороженое. Ну ладно. Я бы, кстати, наверное, взяла кофе. Сейчас посмотрим, как это работает вообще. Очень модно, кстати, работает. Ну давайте попробуем, как это работает. Я так понимаю, вот так. А, ну все, вот кофеек. Окей, сейчас будем платить. Ну вот так. Так, вопрос теперь, куда пойти? Так, 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 так. Что еще есть? А, есть водичка. Есть приборы. Салфетки. Водичка, это хорошо всегда вообще. Так, ну я хочу куда-нибудь сесть. Видите, сколько соусов. Домбар? Я хочу куда-нибудь еще. Я не хочу куда-нибудь. Домбар? Блин, я как будто бы в Шерегеше. Серьезно. Посмотрите, какая здесь красота. Так, ну все, я заехала на первый путь. И, короче, ребята, это очень красиво. Просто вау. Посмотрите, какая красота. Это трасса Сайксайд. Этого я взяла. Ну просто кайф. Просто какой-то кайф. Такой вот раз выкат. Тут прям вот к отелям. Посмотрите, посмотрим, на какой подъемник я приеду. И, в общем, самый, короче, вот тот, да. Ну, видимо, надо до него дойти. Тут еще другой есть какой-то. Ну вот так вот. Короче, следующая мечта. Следующая мечта – жить в отеле. И просто три дня кататься здесь. Еще один – это, видимо, такой основной, да, основной выкат. Самый основной, откуда я вообще начинала кататься. Куда вообще, в принципе, приезжаешь. Ну вот такая здесь обстановочка. Музыки не хватает, ребятам. Я так думаю, очень сильно не хватает музыки. В основном просто кайф. Кстати, погода тоже кайф. Потому что тут, по-моему, внизу плюс три. Наверху, ну не знаю, ноль, наверное. Короче, не сильно холодно. И прям очень хорошо. Так, это вот наверху основной, основного подъемника. Вот этого на F, который называется. Тоже вот такая есть дона. Все сидят, что-то едят. Причем с собой приносят и едят. Вот. Тоже нормально. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть. Короче, как и так. Кстати, новый, короче, припол. Новая мода. Делать напитки вот в таких баночках. Ну, собственно. Ладно. Идем кататься. Все-таки я сюда для этого приехала. Это вот. Сюда я ходила, чтобы мне отремонтировали крепление. И там, так сказать, мой герой дня. Тот, кто мне помог. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Очень мне нравится, что куча всяких вот таких вот подсказочек. Знаете, если сравнивать с любимым Шерегешем, то, конечно, там такого мало увидишь. Сейчас, наверное, плюс-минус уже где-то есть. Но в любом случае, когда, как говорится, мы учились кататься, таких вот всяких предупреждений вообще в Пальме не было. Я не знаю, в каких-то супер суровых условиях это было. Вот. А здесь мне очень нравится. Сразу понятно, где смотреть, где притормозить. Даже вот где-то есть там зеркало я закрутиться снимала. Вот. В общем, круто. Еще одна креселка. Еще, смотрите, очень классно то, что есть вот такие всякие таблички, что здесь, например, только продвинутым, вообще продвинутым. Если честно, я даже решила сейчас уже туда не идти. Хотя я себя продвинутым не считаю. Но, наверное, если бы, когда я только приехала, там, после третьего спуска, я бы пошла. Сейчас у меня уже ноги болят. Поэтому нет. Вот. Потом есть вот тоже вот такие вот. В общем, иду, пытаюсь понять, как попасть в лонку, да? Пока что приметила только вот эти гондолы. Ааа, пакиньцы закрыта. Закрыты, что ли, ее там недавно, что-то они вот крутятся. Походу, да. Полин. Ну вот. Так, а что тут еще есть? Ааа, есть вот этот вот подъемочек. Да, походу, дело, ее только что закрыли. Печалька. Это снова я. Прямое включение продолжается. Значит, я уже накаталась. Сейчас пойду к автобусу. Здесь вот такой еще фуд-холл есть. Оп. Вид, конечно, бомбический. Так вот. Есть фуд-холл. Ааа, окей. Я иду в сторону автобуса. Точнее, я сейчас хочу здесь еще прогуляться. Так как это олимпийская, так сказать, деревня. Не знаю, как их назвать. Олимпик. Вали. В общем, посмотрим, что тут еще есть и уже поедем обратно. Ааа. 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 так давайте наверное немного вообще расскажу как я сюда попала приехала я сюда на автобусе одним днем от спортивных магазинов sports basement ходят они по моему от каждого магазина вот так не сбиться дороге с пути так вот ходят они от каждого магазина выезд 5 утра выезд обратно с курорт автаха они на разные курорты возят выезд обратно в 430 собственно сейчас вот там с 3 30 сбор вот с 3 30 сбор там такое типа опрыски у них какие-то энергетические напитки вода но в общем просто напитки раздают такой типа опрыски все собираются и в 4 30 мы поедем обратно вот стоит это 100 долларов туда-обратно в принципе мне кажется очень даже неплохо единственное что я бы поехала в следующий раз субботу потому что все-таки после дня катания особенно с непривычки как-то завтра уже сразу включаться в рабочий ритм будет тяжеловато вон они стоят наши автобусы так вот пока мы сюда ехали мне в принципе очень все понравилось кроме того что еще встать нужно было очень рано конечно же но тем не менее здесь не сильно трясется кстати какая-то речуха вот в туалете ой в туалете в автобусе доступные зарядки туалет вот еще напитки будут самое интересное что я не помню какой у нас автобус сейчас буду смотреть по своим вещам этом самом начале как бы сижу насколько это черненький наверное третий будет собственно вот так подъемник стоит сто семьдесят семь долларов прокат вышел в шестьдесят шестьдесят два надеюсь видео получилось интересным и для кого-то очень полезно трассы на этом курорте разные но мне показалось как будто бы больше для уже среднего уровня катающихся обязательно смотрите карты трасс курортов момент планирования поездки чтобы всем было комфортно и безопасно а сейчас я попрошу поддержать видео лайком и комментарием с вашим впечатлением а возможно советами и подсказками для меня и других зрителей мне всегда очень приятно их читать и и Редактор субтитров А.Семкин